так всем еще раз добрый день меня зовут александр а я представитель компании by consult я думаю что те участники которые не присоединились и не присоединятся к нам позже может быть минут через пять может быть позже в любом случае не будем их дожидаться начнем и начнем мы с презентации нашей компании буквально несколько слов о компании by consult кто мы чем мы занимаемся и в общем то несколько слов о наших проектах компания by consult на рынке здесь хорошо меня слышно компания by consult существует на эти рынки с 2008 года и мы являемся партнерами табло и клика одними из старейших партнеров табло и клика и у нас довольно такая высокая экспертиза на рынке by систем в чем наше преимущество преимущество в том что мы ориентированы только на и и рынок то есть это не наше какое-то ответвление да наша компания занимается только by системами то есть у нас накоплена большая экспертиза большое количество проектов и в общем то мы можем похвастаться сейчас я покажу презентацию так я надеюсь что всем презентацию видно ну еще раз первый слайд мы одни из первых партнеров клика и табло в россии но соответственно входим в топ-10 интеграторов бия и сегодняшняя презентация точнее вебинар пройдет по тематике табло я думаю что на клик мы откликаться и отвлекаться не будем буквально пару слов а наша компания работает более 20 сертифицированных разработчиков по табло ну и по клику соответственно первые в россии получили специализацию в областях потребительские товары fmcg mill products банки финансовые услуги горизонтальное решение анализ продаж финансов так далее здесь у нас представлены наши проекты те компании с которыми у нас были проекты по клику и по табло но вот конкретно на этом слайде все партнеры по табло здесь мы видим большое количество компаний компании довольно крупные и известные но вот большая экспертиза у нас например есть по банкам также по ритейл у нас довольно большая экспертиза магнит x5 ритейл групп тоже было несколько крупных проектов давайте далее пройдем здесь на также представлен наши партнеры с которым у нас были сделаны какие-то проекты различные здесь даже есть компания государственного сектора то есть мы вообще сработаем с любым бизнесом ориентированным и на крупный бизнес но работаем и там и со средним с малым бизнесом там не работаем только с физическими лицами хотя у нас есть свой собственный учебный центр в санкт-петербурге где мы обучаем либо это корпоративное обучение но можно прийти как физическое лицо в плане обучения с физлицем мы работаем далее у нас несколько слайдов идет где сделал print screen и наших крупных проектов я сейчас продемонстрирую это у нас print screen крупной фармацевтической компании здесь приложение сделано на базе табло с помощью которого мы анализировали продажи в этой фармацевтической компании я к сожалению связан рамками конфиденциально конфиденциальности и поэтому но не могу показать приложение как она есть да то есть все неактивно потому что это print screen но в целом можно посмотреть что тут довольно такая глубокая аналитика проведена а если бы например кликнули на геокарту мы вы провалились например в какой-нибудь регион и все бы здесь поменялось все показатели бы относились уже конкретно этому региону но к сожалению мы не в приложении это print screen но тем не менее это один из самых наших крупных проектов вот можно с ним ознакомиться у нас детальная статистика продажи январь 19 продажи за период за год то есть январь 19 сравниваем 20 года показан прирост так далее вот тут распределение по препаратам распределение по типам клиентов да то есть кто там клиент студенты бабушки либо там люди знаю 30 плюс так далее давайте пойдем далее а это у нас промышленность здесь мы анализировали такую экономическую часть этой компании то есть у нас были здесь тебя и по дебиторской и кредиторской задолженности как мы видим здесь у нас несколько теперь из основных какие-то в минусе какие-то в плюсе ну и далее у нас идет также более глубокая аналитика то есть выполнение процента плана дебиторской задолженности то есть каждой компании есть свой план по дебиторской и кредиторской задолженности вот видим что группа 1 она в плюсе там и так далее тут оборачиваем из но в целом это такой тоже очень крупный проект но он больше на экономическую тематику давайте пойдем далее тут у нас представлены retail первичные и вторичные продажи также мы здесь видим на принципе не 5 основных теперь видим что все эти теперь они в плюсе процент бесплатных продаж упал но это тоже плюс на самом деле ну что чем меньше процент бесплатных продаж тем это лучше для компании так что все теперь у нас в плюсе это хорошо тут также мы видим геокарту кстати это было очень хорошо работает с геокарты и есть например предприятие у которых там много филиалов да и всех нужно анализировать топ менеджер собирается на совещании кликают на любой регион и это очень удобно в табло это очень хорошо сделано и очень удобно тут мы видим динамику показателя средняя цена в разрезе группа брендов средняя цена ну и тут видим анализ сезонности давайте пройдем далее так здесь у нас автоцентр здесь мы также делали анализировали продажи но мы здесь сделали как то есть мы сделали воронку продаж то есть от первого звонка условно говоря клиента до до количества выданных автомобилей как мы видим что воронка ну довольно таки положительно то есть 200 штат звонков а вы на 64 автомобиля это хорошо на самом деле вот мы здесь видим различные динамики тебя и но опять же не могу тут покликать проставить какие-то фильтры потому что это принт-скрин она показала какие-то наши основные крупные проекты и конечно гораздо больше но если мы будем все показывать это займет очень большое количество времени поэтому вот показал основные на этом представление нашей компании я закончу передам слова слова руслану шерифулину это наш разработчик табло а руслан ну тогда давайте начнем наш вебинар называется как получить сертификат табло я вот расскажу вам собственно обо всем процессах шероховатостях которые могут быть на этом пути и собственно какая вот ценность самого сертификата и из зачем это делать так вот начнем с того что всего табло представляется пять путей для сертификации это вот по десктоп и сервером то есть начиная от десктопа специалиста до стифайт профессионала соответственно уровень сертификации направляется по сложности и планомерно от самого начального уровня мы переходим к самому продвинутому также в работе с сервером вот помимо этого при партнерстве самой компании табло они предоставляют еще два направления сертификации которая уже включена у них и можно овладеть некоторыми навыками связанные с компаниями так ну собственно может навязаться такой вопрос зачем нужна сертификация насколько целесообразно вот оплачивать и проходить ну начнем с того что вы можете приобрести новые навыки в ходе подготовки к сертификации и закрепить уже полученные так как по большей части там совмещается как теоретические так и практические знания вам необходимо знать самые простейшие вещи так например как открыть или построить дешборд тот или иной открыть или выполнить загрузку источника данных в чем различие между источниками данных это например очень популярный опрос при сертификации и в это все вы можете учесть при своем этапе подготовки помимо этого при успешной прохождении сертификации вы можете получить новые возможности при трудоустройстве карьерном росте и повышении так как на зарубежном рынке это очень распространено использовать табло и поэтому вы можете пробовать там себя также не стоит забывать о возможностях коммуникации в самом сообществе табло которое очень активное и постоянно растущие то есть вы можете овладев теми или иными навыками или компетенциями общаться с коллегами не только в своей компании но и за рубежом тем самым повышая ценность как сотрудника так и в целом как пользователя сообщества давайте перейдем к следующему этапу это моментах сдачи экзамена и том как вообще устроен сам процесс экзамена прежде всего нужно будет зарегистрироваться и оплатить экзамен на системе loyalist exam services после этого вам предоставится возможность выбрать время для сдачи а также проверить свое оборудование перед моментом сдачи вам необходимо точно убедиться что у вас стабильное интернет подключение что помещение которое вы сдаете нет других людей ничего не написано скажем так вот и нет изображений которые вам могут подсказать вот сам экзамен длится один час и своей сложности он составляет где-то порядка 30 вопросов состоящих из различных типов о которых я расскажу в дальнейшем о каких моментах стоит помнить во время сдачи экзамена прежде всего это тайм-менеджмент даже если вы будете хорошо подготовлены и знать именно материал вы можете не успеть во временные уложиться во временные рамки которые предоставляет экзамен и засыпаться на каком-нибудь вопросе там я знаю построение и проверки его на точность в этих случаях нужно то четко контролировать себя и знать вот если получается решить вопрос тогда нужно сразу отвечать и дальше помечать его и переходить к следующему это очень поможет и сэкономит ваше время помимо этого нужно ознакомиться как уже сказал с экзем-сетап то есть что вы в принципе можете делать во время пользования машины и что рекомендует сама компания табло но отлично себя добавлю что во время экзамена не стоит пользоваться клавишами escape и control потому что из-за этого у вас будет сбрасываться экран виртуальной машины и поэтому вам придется ждать когда там проктора возьмет и обновит его тем самым вы теряете время экзамена ну не какой-то небольшой но все равно ну и также очень важный скажем аспект который не нужно забывать это возможности использования как интернета так и табло десктоп то есть если вы что-то не знаете как сделать или вам необходимо разобраться вот правильно ли я сделал удостовериться в правильности свои знания то вы можете открыть приложение и выполнить те или иные построения визуализации и какие-нибудь из заданий вот также стоит знать что в принципе проктора не позволяет разговаривать или вот какого-либо действий во время экзамена так как вся запись будет просматриваться то есть во время подключения и списать не получится если ориентироваться на это собственно использование интернета и так является большим преимуществом и как бы я считаю нужно этим пользоваться давайте перейдем к следующему слайду это он говорит о том что как вообще вот правильно построить для себя pace to learn скажем так вот этап для подготовки ну есть сразу вот курсы от и ленинга это предоставляет сама компания табло там порядка 12 различных направлений которые вы можете освоить вот начиная дата стюарда то есть просто управленца данными и заканчивая сервер администрейтора все эти скажем так фишки вам помогут лучше углубиться в область которую вы хотите изучать и получить те или иные знания также вы можете изучить наш портал это биоконсалт там больше имеется большое количество ресурсов а также книг по работе с данными не только стабло но также из кликом и в принципе про визуализации данных имеется также youtube канал на котором у нас очень много подробных видеороликов о том как правильно использовать например вычисления не знаю там какие визуализации лучше выбирать и в принципе погружает в основы by ну давайте перейдем принципе именно к основной части это то какие вопросы вы можете встретить и вот тут уже потребуется какой-то вот скажем вашей активности посмотрим вообще можете ли вы сдать например или ответить на некоторые вопросы сейчас например первый вопрос это выбор одного ответа и здесь вам предоставляется только один вопрос и без права multiple choice то есть выбрали один и дальше на этом все как вот коллеги вам видно слышно как вы считаете а на что здесь нужно ответить но я думаю что экстракт насколько это правильно экстракт и life но я вот даже не знаю может быть у кого-то еще из точки зрения так кажется в чата в чате у нас есть давайте посмотрим да александр правильно это life подключение так как так якобы то чего прогрузился ваш ответ да вот все верно это life подключение потому что для получения актуальных данных нам собственно не нужны вопросы performance производительности нам нужно получать правильные цифры и данные и это давай подключение перейдем к следующему вопросу это multiple choice question то есть у вас имеется множество ответов на вопрос из которых может быть хоть все правильные но вам нужно выбрать только те которые являются соответствующими вот вопрос что необходимо для достижения лучшего юниона вопрос скажем так частые в при работе именно с источниками данных вы можете встретить большое число вопросов о том какой лучше join использовать это вот тоже любимая тема при экзамене и в принципе сертификации так какие у нас ответы да вот опять у нас коллеги все правильно считают это ответы 1 2 3 потому что для лучшего юниона нам нужно иметь одинаковое число столбцов с одинаковыми именами и при этом тип данных должен совпадать тогда мы получим лучший юнион с готовыми данными который будет легко дальше обрабатывать верно давайте перейдем к следующему вопросу это вот следующий вариант из multiple choice когда может попасться только один правильный ответ и здесь не нужно вставать ступор и скажем так волноваться если вы видите только один правильный ответ хотя у вас тут есть несколько вариаций для выбора так какие у нас ответы так нас вот пишут коллеги что третьего варианта ответа ну правильно здесь стоит ознакомиться с тем что во первых у нас формулы и фф такой в принципе не существует и могут попасться такие вот подводные камни что вы посмотрели ага вот у нас формула правильно считается и все а на самом деле это не и и в которое выполняется в случае выполнения какого-то условия а это вообще такая вот ошибка и такой формулы нет ну и последний вариант вопросов предпоследний даже вот это вариант использования графиков и также вот multiple choice question то есть вам предоставляется какая-то вот картинка визуализации по ней вы должны там сориентироваться ответить на вопрос например как здесь если у нас формула target profit это план выручки мы делаем считаем как среднюю выручку на там не знаю на 10 то что мы можем сказать что об этом поле это у нас под 32 и 1 соответственно здесь вот она выделен на изображение так и у нас ответы вопрос сложный поэтому тут лучше не торопиться обдумать все варианты и и потом только давать ответ в этом принципе есть вот тоже сложность табло да сертификации табло что они могут некоторые вопросы поворачивать с такой точки зрения что казалось бы ты знаешь ответ но на самом деле ты можешь начать сомневаться правильно ли я сделал правильно я выделил так поступил вариант ответа так я копать ответ у нас не один потому что видите я вот изобразил это как квадрат и у нас здесь multiple choice то есть множественный выбор но я сделал некоторую тонкость что здесь именно ответ один это вот как вам подсказка так давайте еще немного подождем может у коллег найдутся какие-то еще варианты так ну давайте вот ответим на этот вопрос вот я поясню ответ почему именно у нас агрегейшин означает только с агрегированное поле вопрос о том что выручка у нас с точностью average мы не можем это говорить так как мы не можем посмотреть дефолт проперти нет сейчас потребился немного этом у нас будет дефолт проперти означать другое расширение например сумму или не знаю там минимум или максимум поэтому мы не можем обсуждать вопрос того что это average следующем вот знак равно после означает able calculation нет это не так потому что у нас это означает именно просто calculation field а не table calculation если вы мы это считали в таблице ну и поле региона continuous dimension это вообще как бы несуразный ответ потому что у нас регион видим что у нас дискретное поле и это вот dimension он строкового типа поэтому нас только один ответ подходит это агрегированное значение помимо этого у нас имеются вопросы на работу с самими источниками данных то есть у вас где-то порядка пяти шести вопросов будет на обработку данных вы заходите в табло десктопы выбрав какие-то вот метрики там не знаю показатели вы потом отвечаете на вопрос и в ходе этого работаете с самими источниками вот ну и на этом собственно у меня так вот по основным моментам это все может быть у вас есть какие-то вопросы на которые вы хотели бы узнать ответ так ну пока вопросов нет давайте подведем итог небольшое сам спасибо большое очень интересная презентация много я узнал на самом деле в чате было даже небольшая борьба там бурят на вопросы тут еще правильно кто-то неправильно но в целом в общем то мы пришли к кому-то единому консенсусу так александр появился вопрос да вот тут появились смотреть какие преимущества дает сдача профессионального сертификата я подразумеваю здесь идет именно вопрос о certified associate и других вот сертификатах потому что вот базовый сертификат десктоп специалист он представляет из себя подтверждение азов пользования табло умение построения различных визуализаций определения вот в принципе теории это какие у нас есть например dimension и вот какие вот типы данных и прочее а первая сертификация базовая вопросы которые с первой сертификации они в принципе повторяются и в дальнейших но которые использованы вот ныне да это именно из первых которые вот встречались на экзамене но если вы говорите именно про тип вопросов они в принципе повторяются везде есть различия только в при работе сервером потому что там необходимо залазить именно в конфигурацию сервера и там уже выполнять какие-то запросы и там формат конечно другой если мы говорим о сдаче каких-то реально вот профессиональных экзаменов например certified professional вот он сдается немножко нестандартном формате потому что вам дается задание и на него там порядка четырех шести часов на выполнение то есть это полноценное решение вопроса так да пример вопросов были из первого вот экзамена это сертифайт дестоп спешилист и то есть вот эти вопросы повторяются которые были на реальном экзамене также вот один из ресурсов скажем так для ознакомления в принципе с структурой экзамена там вот вы можете посмотреть юдами курсера и там еще есть один автор такое именно сенгай называется вот он подробно описывает именно процесс экзамена как именно по структуре именно вот вопросов но там есть у него минус что вопросы у него устаревшие и они берутся за 19 там 18 года то есть актуальной версии 20 21 еще вот нету да и в принципе как-то это так не распространено вот в интернете чтобы там публиковали ответы на вопросы это вы можете ознакомиться с тем как вот люди сдавали но я вот лично не встречал именно развернутого анализа по вопрос ответ ну вот если возвращаясь там доступ профессионал то там у вас будет именно какое-то индивидуальное задание которое вы должны выполнить и будет оцениваться но скорее всего человеком потому что там совсем другие уже критерии оценивания и того как вы справились не справились так еще какие то вопросы так но я так понимаю что вопросов больше нет руслан еще раз спасибо тебе большое от себя еще добавлю то что на чем я уже говорил начале презентации то что у нашей компании собственные учебный центр в санкт-петербурге и мы проводим обучение в том числе и по табло у нас есть несколько курсов бывает курсы сборная да там когда сотрудники приходят из различных компаний до этом и там все вместе обучаются и бывают корпоративные курсы когда мы там берем один курс например одну компанию собственно всю эту информацию можно получить у нас там по почте в любом случае я буду давать запрашивать какую-то обратную связь участников вебинара ну и на этом можно будет пообщаться от себя скажу спасибо большое всем за кто пришел на вебинар кто выделил время но и соответственно всем участникам вебинара ведущим тоже большое спасибо я думаю что на этом все если вопросов нету а их по моему нету то можно заканчивать ты как русал считаешь ну я тоже так считаю подождем еще может там минутку у нас как раз конференция скоро заканчивается и собственно все спасибо за внимание коллеги так вот может еще какие-то вопросы там не знаю именно о внедрении табло или просто юзер экспириенс интересно услышать так еще такой вопрос а вот вообще в принципе вот какая аудитория вот именно вот к вам вопрос может якобы вы как вот пользуетесь сами табло или вот больше как от компании что изучить продукт что-то новое а вот для себя в каких целях вы просто хотите сдать сертификацию или еще вот там не знаю как вот условно говоря на фрилансе по табло там строить визуализации или где-то именно в компании вы чтобы понять вот просто как-то вообще это аудитория какие-то интересы да вот так не жутки ты еще раз ведь или до развития для себя но в целом это такое очень положительное качество для себя что-то узнать новое вот смотрите еще вот якобы это вот вам как в помощь что вы можете еще даже на и ленинге приобрести там не приобрести там получить доступ к лицензии там вот эти бейджи о которых я говорил они тоже вот как бы могут рассматриваться как практические скиллы и там при доступе уже выполнений там может выдастся доступ от различных компаний этого тоже может там вам в плюс что при рассмотрении сертификации в принципе обучение то есть там публикуют компании вакансии которых они могут потребовать навыки схожие свод программа этого бейджетом или сертификата что знание табло и например такие такие требования ну на этом наверное коллеги у нас все с уже заканчивается конференция да спасибо просто я надеюсь на все ответил раскрыл материал всем спасибо до свидания до скорых встреч